Привет поклонники русской старины, поклонники спорта. Мы ведем свой репортаж из города Ейск, Приморского города, из парка имени Ивана Максимовича Поддубного, русского богатыря, и с его могилы здесь установлен ему памятник. И о этом человеке буквально пару слов для тех, кто любит русскую историю. Иван Поддубный родился на Полтавщине. Его дед Иван прожил до 120 лет. Иван Максимович был чемпионом мира, неоднократным чемпионом мира по борьбе. Это человек, который входит в клуб русских людей, Суворов, князь Святослав Игоревич, которые не проиграли ни одного своего боя, своей жизни. Этот немногочисленный, но очень ценный для нашей истории клуб. И вот здесь мы в парке имени Ивана Поддубного. И вся его жизнь, она как на ладони. Вся жизнь русского богатыря, который выигрывал своих соперников, обладал незаурядной физической силой, мощью и, самое главное, то, что определяет одним словом русский характер. И в 56 лет, в Соединенных Штатах Америки, в 56 лет, вдумайтесь, Иван Поддубный стал чемпионом мира. И потом уже после этого вернулся в город Ейск. Вот. Вся его история, она, как и история многих русских людей, Михаила Ломоносова и прочих, она начиналась заурядно. Он работал грузчиком в порту. Но потом, по происшествии лет, стал подрабатывать в цирке грузчиком, потом борцом. И сам себя организовывая и делая сам себя, он достиг таких великолепных результатов, как и стал чемпионом мира по борьбе. Вот. У него жизнь была непростая, и в годы Гражданской войны его неоднократно брали в плен то красный, то белый. И такой интересный эпизод его жизни. Батька Махно захватил цирк Ивана Поддубного и заставил борцов бороться со своими махновцами, с дюжими парнями, которые думали, что они самые сильные в этом мире. И один из борцов, испугавшись, сдался Махновцу, поддался ему. Но потом вышел Поддубный и расставил все на свои места.